Добрый день, уважаемые коллеги. Мы пригласили вас в преддверии 8-го международного фестиваля Джазмай, который традиционно уже 4-й год пройдет на площадках Пензаконцерта, на юбилейной площади. Данное мероприятие пройдет 18-го, 19-го, 20-го мая. И я предлагаю слово министру культуры и туризма Пенинской области Татьяне Владимировне Курдовой. Замечательное событие. Каждый год мы ждем его с нетерпением и практически только когда заканчивается очередной Джазмай, уже начинаем активно готовиться к следующему году, что-то интересное и креативное придумывать. Это уникальный проект творческий, который объединяет в себе и правительство Пенинской области, и неформальные организации, общественные организации, концертную организацию. То есть большое творческое сообщество и сообщество граждан. Вот из этого взаимодействия получился такой замечательный проект, который привлекает к себе с каждым годом все большее количество людей, причем людей, интересы которых не только объединяются вокруг джаза, но и вокруг других видов искусств, которые также постепенно примыкают вот к этому уникальному искусству. Это и кино, и изобразительное искусство, и пластика, и танцы, и вокалы, и так далее, так далее, так далее. И вот насколько уже каждый год мы смотрим, еще больше будет чего-то нового в рамках данного фестиваля, пока еще горизонты у нас большие. И в этом году также мы ждем интересных новых находок, и это будут и мастер-классы, это будут и джазовые телепитии, и ночные кинопоказы, и встречи с гениальными, замечательными исполнителями. Но я думаю, Олег больше и интереснее расскажет подробнее о том, кого мы все-таки встречаем здесь в Пенинской филармонии и на других площадках нашего города. В эти замечательные майские дни. О программе я уже рассказал, но могу добавить, что да, по поводу расширения пространства и выхода за границы чисто музыкального события. В частности, в этом году мы опять встречаем наших уже теперь друзей фестиваль анимационных фильмов «Инсомни», который снова организует ночные кинопоказы для жителей Пензы на юбилейной площади по завершении основной программы. Ну и, как и прежде, ждем друзей из Самары, Саратова, Саранска. То есть в основном это музыканты, но в том числе они, как правило, собираются сейчас уже целыми автобусами и приезжают, в общем, вместе со своими друзьями, которые точно так же становятся гостями нашего фестиваля. Ну, мы уже сказали про газон-то. Газон будет. Газон будет обязательно. Если есть вопросы, да, вы можете задавать. По традиции он, естественно, не будет утилизирован, а переедет в какую-то точку города. Украсят какой-то, да. Обязательно будут, традиционно будут. У нас в пензенских... Вот сейчас заканчивается прием заявок на выступление на открытой площадке. И, ну, я, честно говоря, актуальной цифрой не владею, но, в принципе, у нас из примерно 15-18 коллективов, которые ежегодно выступают на открытой площадке, ну, около десятка – это обычно пензенские команды. Естественно, ждем и... И количество увеличивается вообще как-то? Количество заявок увеличивается, да. Поэтому, в принципе, ну, вот в этом году, может быть, мы еще обойдем какую-то прямую конкурсную процедуру, да, с полноценным жюри там и так далее. Но я вполне допускаю, что в следующем году мы уже вынуждены будем, ну, как бы проводить, ужесточить, в общем, этот отбор, потому что действительно желающих очень много, и, ну, у нас чисто физически не хватает... Появится еще одна форма в рамках фестиваля, еще конкурсная. Чисто физически не хватает концертного времени для того, чтобы всем желающим предоставить площадку, хотя мы прекрасно понимаем, что для очень многих пензенских музыкантов это, в общем, очень важная и веха, то есть какие-то составы собираются именно под участие в фестивале и потом, значит, получают какое-то дальнейшее развитие, как, собственно, известная пензенская команда No Comments. Впервые они выступили в 2014, если не ошибаюсь, в году или в 2015 году на открытой площадке фестиваля, и вот с тех пор, как полноценный ансамбль продолжает существовать и развиваться. Ну, мне бы хотелось добавить то, что Just My – это крупное событийное мероприятие Пензенской области, которое привлекает к себе не просто наших соотечественников, но много гостей приезжают из других регионов, соседних регионов. То, что у нас уже действуют туристические маршруты, в которые именно площадка Just My включена как один из объектов, то есть показы и участия туристов непосредственно в событийном мероприятии. То есть это еще и привлечение туристов на территории Пензенской области. Еще по поводу билетов хотелось бы мне сказать, вот важный момент, на самом деле, мы немножко упускаем из внимания, то, что в этом году билеты, значит, портер-билетаж, они продаются по одной цене 600 рублей. Билетов не так много, потому что фестиваль переезжает с площадки ККЗ на площадку областной филармонии. Вот. В общем, я думаю, что нас ожидают три аншлаговых дня в связи с этим. И, в общем, если вы напомните лишний раз вашей аудитории, что лучше бы поторопиться, в общем, с покупкой билетов, то это было бы очень здорово. И, кроме того, ну, как бы цена билета, вот, повторю, одна и та же, 600 рублей, то есть, в принципе, ну, таким образом джаз, как максимально демократичный вид искусства, борется в том числе и с проблемой социальной дифференциации, да, потому что далеко не всегда люди, которые искренне любят эту музыку, имеют возможность купить, допустим, там билеты на первые ряды, вот. А здесь мы, как бы, пытаемся тоже так немножко всех перемешать, и, в общем, получается, главным критерием, который там позволит своевременно занять удобные места, это будет, собственно, оперативность принятия решения. То есть, чем быстрее купят, тем больше вероятность, что будут слушать музыку так, как им будет удобно. Ну, а билет можно приобрести в кассе здания филармонии, в кассе киноконцертного зала Пензен, на электронных площадках, через соцсети, где заведены странички. И, как Олег Сергеевич сказал, совершенно верно, это самая максимальная цена билета – 600 рублей.